Hey, всем привет! С вами я, Энн, учитель английского. Сегодня я хочу поговорить про один из самых распространенных глаголов в английском языке, глагол get, который в разных ситуациях может иметь разные значения. Я покажу вам, как и с какими словами его употреблять на реальных примерах. Готовы увеличить ваш словарный запас? Поехали! Сначала давайте остановимся на самом глаголе get и его основных значениях, их всего три. Первое значение это получать, приобретать, покупать. Ну и логично, что в этом значении после глагола get будет стоять какой-то предмет, который мы, соответственно, получаем, приобретаем или покупаем. Давайте посмотрим на примеры. Или Второе значение get это приезжать, пребывать или добираться. Здесь логично, что после слова get будет стоять место. Обратите внимание, что тут также мы используем предлог to, который показывает направление действия, да, то есть, соответственно, направление, куда мы добираемся. Или, например, Я хочу добраться до вершины горы. Добраться на вершину. Ну и последнее, третье основное значение глагола get это становиться каким-либо. Здесь логично, что после слова get будет стоять прилагательное. Например, Да, я обычно становлюсь голодной после упражнений. Или Ну или также мы можем сказать про погоду. Да, скоро станет холодно. В разговорной речи слово get может быть также использовано в значении понимать, улавливать. Например, Да, он неправильно понял этот вопрос. А дальше все становится еще интереснее. Get является фразовым глаголом, а это значит, что он меняет свои значения в зависимости от предлога, который идет после него. Давайте сначала посмотрим на самые простые варианты. Эту фразу вы, скорее всего, знаете с первого класса изучения английского языка. Просыпаться. В этой фразе get просто показывает движение, а up показывает направление, соответственно, вставать, да, наверх. Все довольно логично. Да, я обычно встаю поздно по выходным. Также фразовый глагол get очень часто используется с транспортом. Например, Как вы думаете, что мы делаем с автобусом? Например, Ну а если речь идет про какой-то маленький транспорт, типа машины, мы будем говорить get in, сесть внутрь машины. Соответственно, если мы захотим выйти из большого общественного транспорта, мы скажем get off, а выйти из машины get out. Следующая довольно понятная фраза это to get back. Back это назад, соответственно, get back это возвращаться или возвращать. Например, Да, у меня заняло час вернуться домой после работы. Следующая фраза get around. Around это вокруг. Ну и как вы думаете, что она значит? Давайте посмотрим, например. Сложно в США без машины. Передвигаться. Ну и давайте возьмем последнюю логичную фразу, это get away. Away это прочь. Соответственно, как вы думаете, что значит get away? Собака от меня сбежала, да, сбежала прочь. Ну и так далее. Таких фраз глагола get с предлогом существует очень много, и их значение зависит от значения предлога после слова get, как вы могли заметить. Ну а мы с вами переходим к самой сложной части этого видео, переносным значением get. Сегодня мы с вами возьмем несколько из этих фраз, которые чаще всего используются. Первая фраза это to get on. Помните, мы с вами уже упоминали эту фразу в значении садиться на автобус. Но, к сожалению, у нее есть не только это значение. Если вы скажете предлог with после этой фразы, то она будет значить ладить с кем-то. Например, А помните, мы говорили с вами про фразу get out, get out of the car, да, когда мы выходили из машины. Точно так же у этой фразы есть переносное значение. И, кстати, оно немножечко совпадает с фразой выйти откуда-то. Давайте посмотрим, например, Да, мой сын притворился, что он был больным для того, чтобы get out of going to school, да, для того, чтобы избежать похода в школу. Соответственно, to get out мы можем также использовать в значении избежать чего-то, чего-то, чего нам не хочется делать. Обратите внимание, что в этом значении действие будет использоваться с окончанием ing. Давайте посмотрим на следующее выражение. И сразу пример. Как он может... Это выжить или обойтись, да, то есть как он может обойтись таким маленьким количеством денег. Тут, кстати, обратите внимание, что после этого выражения, если мы говорим про деньги, то мы будем еще говорить предлог on. Да, how can he get by on so little money, yeah, we're just a normal family trying to get by. Мы просто обычная семья, которая старается выжить. Вот здесь, например, в этом примере используется get by без лишних слов, просто в значении выжить. Следующая фраза, которую вы, скорее всего, помните, это to get around. Помните, to get around, это передвигаться по окрестностям. А как вы переведете эту фразу вот в таком примере? Я хотел посмотреть этот фильм, но я никогда не к нему, да. Get around to doing something, значит, наконец приступить к чему-то или наконец найти на что-то время. Например, I still haven't got around to doing my homework, да. Я до сих пор не приступил к выполнению своего домашнего задания. I'm surprised it took you this long to get around to it. Следующая наша фраза, это to get over. Over вообще это через, так что мы могли бы ее использовать, например, в значении перейти через мост, да. To get over the bridge. Но мы говорим с вами про переносные значения, и поэтому давайте посмотрим, например. I just got over a bad cold. Я только что... Очень серьезную простуду, да. Справиться с... Или преодолеть что-то, да. Я только что преодолел очень серьезную простуду. А помните фразу to get away, да, когда у нас собака наша убежала. В парке. Также эту фразу мы можем использовать в значении избежать чего-то, избежать неприятностей или выйти сухим из воды. Давайте посмотрим, например. Она вышла сухой из воды после обмана с налогами. То есть ей удалось обмануть налоговую и выйти сухой из воды. Обратите внимание, что после get away у нас идет предлог with, а если дальше идет действие, то тут тоже окончание ing. She got away with cheating on her taxes. I wanted to catch the guys who thought they could get away with it. Ну и еще одну фразу мы все-таки с вами возьмем. Это to get across. Вообще, across это пересекать, да. Get across это через что-то, опять-таки. Идти через что-то. To get across the field, например, мы можем сказать. То в переносном значении мы можем использовать эту фразу с информацией. Например, he managed to get his ideas across to the boss, да. То есть он смог донести свои идеи до своего босса. Ну и, пожалуй, хватит. Мы и так очень много фраз сегодня рассмотрели, но и без практики я вас не оставлю. Давайте посмотрим на предложение и попробуем заполнить пропуск правильным фразовым глаголом get. У него было достаточно денег, чтобы прожить. Get by. He had just enough money to get by. Great. Next sentence. I tried to... The message... With my speech. Да. Я пытался сообщение с помощью своей речи. Что мы делаем с сообщением? С информацией, да. Мы ее передаем. Get across. I tried to get the message across with my speech. Great. Next sentence. He doesn't... With his brother. Конечно. Get on. Да. Ладить. He doesn't get on with his brother. Great. He is still... The shock. Да. Что мы делаем с шоком-то? He is still getting over the shock. Да. Он до сих пор пытается преодолеть шок. And the last sentence. I wanted to tidy the flat, but I didn't... To it. Да. Но я так к этому и не приступил. But I didn't get around to it. Yeah. I wanted to tidy the flat, but I didn't get around to it. Знакомая ситуация, да? Вообще насчитывают 177 фразовых глаголов со словом get. Если вам интересно посмотреть на полный список, я оставлю ссылку в описании. Ну а чтобы запомнить фразы, которые мы сегодня прошли надолго, постарайтесь составить собственные примеры с ними и поделиться в комментариях. Если это видео было вам полезно, поддержите меня лайками и подписывайтесь на мой канал. See you next time!